Независимые эксперты сомневаются, что трубу на Петропавловской ТЭЦ-2 мог разрушить ветер. Они не исключают, что настоящая причина ЧП – нежелание руководства станции вкладываться в модернизацию предприятия. Более того, похожая ситуация и на других объектах энергетической инфраструктуры страны. Подробности расскажет Андрей Деменок. Эти кадры в начале недели облетели все отечественные средства массовой информации. В крупном ЧП погибла 37-летняя машинистка-обходщица Наталья Чифонова. В прокуратуре сразу возбудили уголовное дело и заявили о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Предварительной причиной обрушения гигантской трубы назвали погодные условия. Нельзя сказать, что это один фактор был, что там плохая эксплуатация была. Это и, понятное дело, и ветер в первую очередь, и сам металл, и сам бетон. Сейчас будет сделана оценка, дана более точная. Мы обязательно все открыто покажем и скажем. Стоит отметить, что до трагедии у специалистов состояние дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 опасений не вызывало. Согласно документам, последний раз ее ремонтировали 4 года назад. На 2023 год были намечены очередные плановые работы. Однако, по словам независимых экспертов, верить подобным отчетам не стоит. Руководители ТЭЦ могли указать ложные данные. Это люди, которые к энергетике никакого отношения не имеют. Это экономисты, юристы. Понимаете, они не были, не лазили. Эти люди пришли не для того, чтобы работать, что-то делать, а их акционеры поставили, чтобы они получили прибыль. И они что делают? Сокращение расходов на ремонты. Вот они, вот они и вылазивают это все. А как это контролируется? А никем это не контролируется? Контролирующих органов нет. Эксперт не исключает, подобная ситуация может наблюдаться и на других объектах энергетической инфраструктуры и в других регионах страны. В республике на сегодня, к слову, более 180 электростанций. Большинство объектов еще с советских годов постройки. Причем зачастую вкладываться в их капитальную модернизацию нынешние владельцы не спешат. Все эти объекты передавались под обязательство инвестора проводить модернизацию инфраструктуры. Все тарифы, которые выставляются, все взаимоотношения, соответственно, они оформлялись. То есть у того же владельца ТЭЦ в Петропавловске, скорее всего, были отчеты, где он писал, что он вложил какие-то, инвестировал в содержание, в ремонт трубы всей станции. Но соответствовали ли они действительности, если от ветра падает труба? Вот это большой вопрос. Кто из чиновников рассматривал эти отчеты? Чьи подписи стоят? К слову, почти сразу после трагедии была создана специальная комиссия. Ее членам предстоит разобраться в причинах ЧП. Однако, по словам независимых экспертов, этого недостаточно. Нужны кардинальные изменения всей отрасли. В частности, восстановление государственного контроля, который ранее был упразднен. Его сотрудники будут обязаны четко контролировать работу собственников предприятий по их модернизации. Андрей Деменок, Хабар, 24.